Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Valhalla, и в прошлой серии мы наконец-то добрались до Англии, и сейчас нашему кораблю преграждает путь в цепь, переброшенная через реку. Давайте пойдем с ней быстренько сейчас разберемся и поплывем дальше. Мне уже очень хочется посмотреть на строительство нашего поселения. Так, зрение Одина мне хотят, чтобы я очень сильно активировал. Тот вот нас заметит, если мы сейчас выйдем. Все, не заметят. Сможем мы его, интересно, сейчас выцепить сюда? Цепь огромная, и кажется плохо закреплена. Собью ее выстрелом. Нету скрытной атаки. Давайте мы его тело все-таки сейчас передвинем. Немного. О, вот, да, я об этом. Что там, что там? Что-то хорошее. Титана кусок. Ну, записку, давай, записку. Цепи для блокады. Нам удалось подтвердить, что с помощью устройств, которые натягивают цепи поперек реки, можно сдержать даже самые крепкие корабли Данов. Через несколько месяцев вы получите еще полдюжины устройств и расставите их вдоль рек, которыми можно проплыть вдруг вглубь наших земель. Благодаря этому мы сможем предотвратить грядущие вторжения. За устройствами нужно следить непрерывно, немедленно сообщать, если хоть одно перестанет работать. Давайте наверх заглянем. Ну, хотя бы по 15 опыта с них дают уже. Я что-то подобрал только что, нет? У него была вроде добыча. Снайперские стрелы. Давайте я, наверное, лук сменю. Так, и, может быть, давайте эти навыки раскинем, чтобы они нам не маячили перед глазами. Мы все равно интересного ничего не получим сейчас пока, но все равно. Давайте уберем, так, хлоп. И хлоп. И хлоп, говорю. Готово, путь свободен. Тихо, тихо. Добыча. Сломанный лук. Сиди! Да, давай, спускайся. Отлично, Сигурд! Давай вернемся, Сигурд. Зададим этим псам трепку и заберем их сокровища. Легче, легче. Еще не время, Даг. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой Элем. Нужно было их предупредить, чтобы поджарили для нас что-нибудь. Если Хальф Донуба и Ивр Рагнерсона не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. Целем золотым, как сокровища, которые мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, да? Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь много. Великанов? Великих римлян, империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, Даг. Руины – след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю! Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Я пытался прочитать, но я не смог. Слишком тяжелый набор букв. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком. Мы пойдем вместе с Дагом. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Мне так нравится, что вообще никто не реагирует на плавающий корабль. Причем явно на корабль не англичан. Говорят непривычно. Верно, англичане. Да, Кейвор. За мной. Ага, говорит. Кто к нам пожаловал? Наши реки загрязняют мерзкие даны? Ты, назови свое имя. Я Сигурд, Ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков-данов. Убирайтесь, язычники. Или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море восемь дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пальц, скотина, и сражайся. Покончим с ними. Убьем этих язычников. Так, твое желание сбылось. Урона что-то немного будет луком. Хотя, не, нормально. Больно бьют. Вот эти вот с копьями вообще такие. Улетел. Вот это хорошо, что... Во время... Добивающей этой атаки через R, которая... Уходим, уходим. А у нас стамина еще успевает восстановиться. Улетел. Улетел. Болен. Конечно, бой по-другому ощущается, в отличие от Диссея. Тяжелое оружие интереснее использовать сейчас. Так, давайте попробуем сейчас... О, тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, я хочу. На троечке, да, у нас атака. И что-то не получилось. И так... Да что ж ты будешь делать? Так, тут где-то лучник. Пора бежать! Прачник. Пора бежать, говорит. Стоять. Ау. Получай! Да! Нет, нет, отстань! Быстрее, конец! Стоять! Осмотрите здесь все. Хватит с меня неожиданностей. Да уж, я проверю длинный дом. Гора щитов. Возьми какой-нибудь. Ну, так хочется второй щит. Давайте сейчас немного покушаем. Так, еще чуть-чуть, чтобы восполнить припасы. О, вот. Отлично. Все, максимальный уровень провизия. Можем идти в длин... Блин, а я в прошлой серии большим домом называл, да? Длинным. Они большие. Черт. А ну стой! Кто ты такой? Один из этих разбойников? Сигурд! Так, сюда! У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Очень отважно. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Янь Ли. Торговка не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн. Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Раньше разбойники их продали. Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов. Но я скорее вырвала бы им глаза. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфден хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара. Но их здесь уже не было. Развязать их. Вы знаете сынов Рагнара? Да. Я продал братьям немало лошадей. Славные люди. Платят достойно. Судя по виду лагеря, их нет давно. Куда вы отправитесь? Чем займётесь? Закуплю товары. Начну сначала. У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться где-нибудь. Как они понимают друг друга? Ну, камон. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья. Верно, Даг? Тебе точно виднее, Сигурд. Янли. Роуэн. Я Сигурд. Ярл Форнбурга. Сын Стюрбьорна. Это Эйвор. И Даг. Вы свободны. Но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны. Хотя бы пока не встанем на ноги. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворона. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем. Это место мне по душе. Итак, семья, друзья. Это наш новый дом. Поехали. 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 Идем. Продолжение следует... Продолжение следует... Эйвор, Сигурд. Вот Англия. Четыре королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнары решили двинуться дальше в земли Мерсии. Сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь. В этой безымянной рощице. Безымянной? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Есть у меня одна мысль. Рэйвеншторп. Дом клана Ворона. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гуннеру с этим? Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гуннером. Отлично, дорогая. Что-то еще? Записки. Старые письма и рисунки. Послания на рунных камнях. Мне далеко не сразу удалось понять, что имелось в виду. У нас тут треть Англии, да, получается, где-то всего лишь. Что немного печально. И карта, ну, реально меньше, кажется, чем карта в Одиссея, которая была. Ну, ладно. Что-нибудь интересное, может, тут... Звук пропал только что, как будто бы, да? Но сейчас вроде вернулся. Ну, возьми, поешь хоть, ну. Смотри, какой сочный хлеб, если не смотреть на то, как он внутри выглядит. Во! По-моему, ты яблоко ешь. Пить потом будем. Надо идти в кузницу строить. Стихотворение. Счастье. И сердце мое поет. Счастье, покой, дева, мужья и собаки. Понятно. Мне нравится в длинном доме. Как будто я, Ярус Кона. Кто вот этот вот мужик? Я что-то не припомню. Я помню его деревянный щит. Это тот, с которым мы в рэп-баттл рубали, да? А того я уже забыл даже. Нет, никто не поговорит со мной, ничего не хочет. Ладно. Пошли тогда. О, тридцать десяток материалов не хватает. Нам нужно построить Гуннеру кузницу. Соберу людей и отправлюсь в набег. Я могу тебе чем-то помочь? Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песне мечей и треску щитов. Я позвал бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет. Так что ты незаменима. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Ну да. Разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. Возможность набега. Заполучить сокровища и материалы, необходимые для развития поселения. 160 уровень влияния. Это там, где мы проплывали? А, нет, тут монастырь, я понял. Мы где-то цепь срезали в другом месте. Дальше, по-моему. Ну, окей. Пошли туда. Давайте мы уровень поднимем. У нас, кстати, второй... Поинт адреналина откроется. Так. Надо будет только, может быть... Ну, или в бою набьем его. Как вариант. Эйвор! Эйвор! Эйвор, Эйвор! Как все рады меня видеть. Набеги на монастыре. Хорошо охраняемые территории. Лучший способ раздобыть ценные сундуки, где хранятся припасы и материалы. И то и другое необходимо, чтобы строить новые здания. Набег завершается, когда разграблены все сундуки поблизости. Слушайте меня внимательно. Мы отправимся в набег во благо клана. Поселение не отстроит без добычи. Наконец-то! Здесь парус не поднять. Будет легче легкого! Даг, саксы знают, что мы здесь. Поднимай парус! Все будут хорошо охранять. Ага! Монахи с их молитвами нам не помех! О, олени! Маленькие только вроде все, да? Нам надо кого побольше. Еще олени. Может быть мы найдем туда, с кого можно рук снять? Все вот эти вот люди вообще побарабануем. Что я тут плыву? Так, стоп, мы приплыли, кажется. Подожди, Скальд. Эйвор, смотри, вон там... Погнали! Эйвор, смотри, вон там монастырь! Вперед, волки! Только скажи... Все на берег! Берите, что можете, но быстрее! Или можно просто убить всех и не торопиться! Вряд ли нам так повезет. По-моему, хороший план у Дага. Мне определенно нравится область подозрения. Можно было сюда, что они прячут. Зайти даже... Смелее! Жмите нас, не поздите! Одев плащ в себя. У-у-у-у! Вот этот молот я хочу. Да, дай мне свой молот. Так, давайте попробуем... Так, щит забрали. Отмечаем, 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 заряжаем и... Бах! О-о-о, хитрый какой. Хитрец. Так, лечимся, лечимся. Так, я тут не полечился, по-моему, от удара. Ух ты, елки-палки. Все, всех добили. Всех разбили. Добыча, добыча, давай. Оп! Одно серебро. Вау. 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 Вот это. Что? Я стрелой тебя сбил под щитом? Что у меня за щит? У тебя за щит такое, точнее, у меня что за стрелы такие? Стамина закончилась. Отходим, отходим, отходим. Вздохни! Вот смотри, вот это щит. Вот это мой молот. Обходим. закончилась и все все восстановили стамину так одного второго подключились давайте попробуем трешечку что такое я не могу схватить никого этим навыкам только адреналин все время порчу на него а наши мужики вообще бессмертные я так понимаю мы проиграть в набеге не можем только разве что если меня убьют тогда ваша смерть уже совсем близко так не ну вроде все больше никто никуда не бежит давайте теперь смотреть о это что такое в ревнитель так ваша смерть уже совсем близко это сундуча это я понимаю туда я вместе с дагом поместился бы но не стоит оставлять добычу бочки бьет прикольно или или что он бьет выйти пытается наверно не знает когда заблокирована с другой стороны что ты мне рассказываешь так ну же помоги мне все слишком затянулось о прикольно они сами тут пытаются сундуки даже открывать давай нам пора на корабль да материалы и припасы старая подушка блин самое главное самое главное теперь нам будет мягенько спать так ну давайте еще посмотрим тут вроде что-то маленькое было да вот эти две точки я бы тоже пошел осмотрел бы там наверно что-то типа будет кожи с этим с рудой с железом да но может быть что-то поменяется плане дропа ну и припасы серебро хорошо хорошо больные везде куда ни посмотри недуг поразил весь этот монастырь я постоянно слышу стоны и крики нам пришлось жечь щелопогибших чтобы они не осквернили землю кладбище да поможет нам бог так и еще одна точка у нас не боись а типа я такой тут зерно молю милю милю не достаю чтобы разбить витраж пустой ящик подобрал обалдеть припасы и три серебра я даже не знаю что было лучше кожа с рудой или припасы и по три серебра а мы теперь можем мы быстрым перемещением правильно нам не надо на корабль возвращаться не обязательно совсем давайте с пристани один из шести у нас типа уровень нашего поселения будет правильно я понимаю ну или что-то типа того или количество зданий может быть это значит хребу мне давай загружайся у нас на такое же здание еще припасов хватит если что а отлично эйвор эта кузница куда просторнее чем моя старая форнбурге заходи в любое время лучше меня кузнеца ты нигде не найдешь конечно гуннер зайду чем я могу помочь в столь прекрасный день для доступа к уникальным мастерским персонажам и прочему возводите постройки в нашем поселении подойдите к столбу с табличкой имея достаточно припасов и материалов при росте поселения растет и его слава разблокируя новые возможности призвать ворона и увидеть что построено ага интересно давайте посмотрим что там у нас покажи мне покажи мне контора незримых здесь хасим старательно отслеживает перемещение слуг ордена древних и здесь же можно принять связанные с орденом задания так что там мастерская татуировщика о не конюшня дом оливереса и хольгера место искусства и вечных споров музеи римские артефакты приносите он нас вознаградит дом охотницы кожевник волосы охотница петра примут трофеи с легендарных зверей и вознаградят за них у меня только этот пока есть пивоварня текла варит самый вкусный эль в этом краю улучшает эффект пира торговый пост покупать ресурсы и уникальные предметы пекарня пекарь здание улучшает эффект пира ясно казармы с помощью эйдис вы сможете создать своего ёмс викинга нанимать ёмс викинга в других игроков и выбирать воинов с которыми пойдете в набеге так что еще верфь так я так понимаю что вот эти здания мы пока построить не можем надо более высокий уровень поселения да вот например картографа карты мест с ценными предметами и ресурсами которые вы могли пропустить дом скотоводов улучшает эффект пира дом земледельцев опять же улучшает эффект пира и опять же эффект пира вельва пробудить все ваши чувства и погрузиться в невероятные видения тоже пока недоступно как я понимаю так она вот эти два дома я это эффект пира опять же эффект пира понятно короче конюх у нас сейчас доступен я так вижу торговый пост и давайте наверное построим у хасима там где-то было его вот здесь контору незримых сейчас быстренько бахнем да хасим это интереснее чем хайсом хайсом скажи что вы с басимом собираетесь делать теперь басим хасим в англии много городов а у нас в них много дел люндон йорвик винчестер все три кишат членами ордена к которому принадлежал к йотве а власть их простирается еще дальше думаю в англии их больше чем в любой другой части света они сеют раздор так же как к йотве в норвегии не просто раздор они распространяют невежество приучают людей унижаться и истязать себя ради власти тебя это сильно волнует конечно для того и появились незримые чтобы освобождать тела и души людей от любых неестественных оков но в англии нас не было больше четырех столетий незримые не ступали на эту землю с падения римской империи за это время орден древних сумел порядком разрастись и окрепнуть теперь нам придется непросто для начала нам с басимом не хватает лишь конторы будем благодарны если найдешь время и средства на ее постройку я постараюсь я уже готов строим да да а а а а а а Почему Сранвия? Да, я готов. Погоди, я у тебя тут почитаю. Письмо Хайсаму. То, что ты согласился прочесать с мастером. Тебе явно тяжело дышать, Хайсам. Северную Европу. Рано все еще беспокоит. Боюсь, что да. Ну, подожди. Больно в груди, а как мне эту боль утолить, ума не приложу? Не бойся. Главное, чтобы разум был острый, а тело заживет. Верно. Но я не хочу расстраивать наставника. Ты готов рискнуть жизнью, чтобы угодить Босиму? Этого мне не понять. Я и не ожидал. Еще при первой встрече я увидел в твоем взгляде тень подозрения. Какую-то настороженность. Хочешь что-то спросить? Нет. Я просто вспоминаю. Не отвлекайся! Погоди. Так вот. То, что ты согласился прочитать с мастером Босимом Северную Европу и очистить ее от врагов, делает тебе честь. Он уже давно внашивает замысла и отправится на Север именно с этой целью. Раз Босим считает, что сейчас подходящее время, а ты подходящий спутник, совет не станет сомневаться в его суждениях. За время, проведенное в Братстве, он многого достиг. Мы рассчитываем, что в будущем он добьется еще большего. Внимательно следи за тем, что он делает и следуй его указаниям. Так ты станешь великим. Трудись во тьме угнетения. Служи свету, свободой, процветай. Ваш наставник. Так, вроде больше я ничего не вижу, но идем догоняем. Бегу-бегу. Что ты хочешь мне показать? Тебе не больно править, Лот? Нет, не бойся. Меня утомляет лишь длительное напряжение. Я чересчур быстро устаю. Кто-то к нам плывет, кажется. Здравствуй. Привет. Решила искупаться на ночь? Вот чем ты занимаешься? Так что ты тут делаешь? У нас с мужем найдется все, что нужно твоему дракару. Мы в этом деле разбираемся. Нам сейчас просто необходимо место для работы. Займись этим как можно скорее. Ясно. И еще увидимся. До встречи, Эйвар. Так что мы, на лодку? Может, я могу поэта погрести? Давай я хоть подсвечу немного. Буду аистов отпугивать. Дар тебе, прыжок веры. Одно из самых важных таинств нашего братства. Это не оружие, что мы обращаем против врагов, а способ укрепить нашу решимость. Как и ваши молитвы, он помогает собраться силами, успокоиться, изгнать из сердца страх. Наконец, это способ быстро перемещаться и скрываться. Ты сказал прыжок. Не слишком ли высоко мы лезем? Опять я вижу в тебе тень сомнения. Почти пришли. Ну вот мы и добрались. Сбросишь меня с обрыва, да? Если надо подвинуться, чтобы проще было столкнуть, ты скажи. Так не выйдет сюрприза. Чтобы совершить прыжок веры, нужно положиться на высшую силу. На богов? На себя самого. Поверь, что смерть придет лишь в тот миг, когда ты будешь к ней готов. Прими это и забудешь страх. Наши смерти уже предсказаны, вплетены в ткань самого мира. Нам ни к чему бояться гибели. Славно. Значит, ты уже готов к моему уроку. Так, тут мужик в позапрошлой серии, он прыжок веры дел, да? А не суицидился. Я понял. Я прыгну первым. Когда скажу, следуй за мной. Кажется, и Хай сам решил это. Уверуй. Почувствуй свою силу. Волхаву уйти. Мне нужно прыгнуть? Отсюда? Да. Сперва дождусь, пока крылья отрастут. Спасибо за урок, но... Стой! И смотри! Хайсом! Он и так покалеченный. Хайсом! Ладно, я-то бессмертный. Совсем свихнулся. Полетели. Да! Отличный прыжок! Понравилось? Ты был прав. Смесь безумия и силы поборолла страх. Дар, что я вручу себе сам. Теперь ясно. Спасибо за урок. Не за что. Тебе спасибо, что... Доверился. Ты назвал прыжок веры важным таинством. Скажи, все незримые его практикуют? Насколько мне известно, это обряд посвящения, который ввели незадолго до рождения Иисуса. Хочешь посвятить меня в незримые? Попытался бы, если бы думал, что ты за. Но цели у меня в Англии другие. Мы с Басимом ищем крупную дичь. Орден древних. Да. Помнишь медальон, который ты нашел на теле к Йотве? Это их силы. Они чума, что мы надеемся исцелить. Мы с ними схожи в том, что действуем тайно. Но их цель не освободить мир атаков, а править им. Орден в этом далеко не одинок. Мы с Сигурдом хотим того же. Заполучить собственные земли и все, что к ним прилагается. Не сравнивай себя с ними. Члены Ордена не знают ни чести, ни морали, ни сострадания. Но они заняли не один трон в Англии. Если ты хочешь усмирить этот край и обезопасить свой клан... То в моих интересах помочь тебе. Я все понимаю. Тебе нужны союзники. А нам победа над этой заразой. Цели у нас разные, но мы можем помочь друг другу. Кажется, что этими землями правят простоватые ярлы и тены. Но за ними стоит нечто большее. Всем здесь незримо управляет Орден. Ничто не происходит без его ведома. Эта отрава уже все тут пропитала. Орден подчинил себе всех. От беднейших рыбаков до богатейших торговцев. От тенов до королей. Басим дал мне одно задание. Найти и устранить членов Ордена Древних в Англии, в каких бы темных норах они не прятались. Если объединим усилия, это пойдет на пользу нам обоим. Твое влияние в Англии вырастет. А ты наберешь еще медальонов? Именно так. Начать стоит с Люндона. Мне доложили, что Орден как раз пытается захватить его. Я обсужу все это с Рандви. В Лундоне смотри в оба. Вдруг увидишь где-то наш символ. Когда-то у незримых были конторы по всей Англии. Вроде их было шесть. Внутри могут найтись документы, отмеченные тем же знаком. Они бы мне очень пригодились. Конечно. Спасибо, Хайсом. За все. Орден Древних. Прикольно, да? Как в Одессе. Тайное сообщество язычников, которые проникли повсюду и активно распространяют свои убеждения. Для победы над ними нужны подсказки, которые можно найти по всему миру. Да, так же как в Одессе. Ревнители. Наемники, которые выполняют поручение Ордена за убийство ревнителей, вы получаете подсказки, которые нужны для раскрытия личности членов Ордена. Раскройте и устраните подсказки. Также можно получить в награду за заключение союзов, исследование Англии и помощь нуждающимся. Найдите все подсказки, касающиеся конкретного члена Ордена, чтобы раскрыть его личность. Иерархия Ордена. Если вы убьете Палатина или Преоста, то получите подсказку о связанном с ним магистре. И в конечном счете сможете раскрыть личность великого магистра Ордена. Окей. Хунта, сын Хунты. На рынке в городе Линчестер. В военном лагере где-то там подсказки. Киль. Так. Пиявка, стрела, компас. Ну у них именно посох, хвост. Незримые великие магистры. Магистр. Ревнители. У нас там был какой-то ревнитель относительно недалеко, да? Так. Хорошо. Предметы у нас все барахло одно. Так. Отдать медальону Ордена 4, отдать 6 страниц кодекса. Чем ты занимаешься? Напомни, чем ты тут занимаешься? После убийства членов Ордена Древних неси их медальоны мне. Подсказки. Так мы будем понимать сколько еще осталось в живых. Угу. Мне уже пора. Ясно. Ступай с миром. Так. Давайте посмотрим что у нас дальше. Поговорить с Сигурдом. Дальше. Как нарисованная, да? Тема такая. Но я хочу еще к кузнецу заглянуть. А то мы как-то быстро от кузнеца ушли. Может щит улучшить? Все равно, да. Новый щит у нас не скоро появится. Я хочу посмотреть товары. Дай взгляну на товары. Чем он занимается? В принципе-то понятно. Мы его сможем улучшить один раз, по-моему, всего, да? Три. Ого. Ничего себе. Ну ладно. Давайте щиток опнем. И теперь нам уже надо будет новый материал. Че там? Три никеля. Чтобы дальше улучшить щит. Пустая ячейка для руны. А ты грозно выглядишь. Может давайте тогда мы и этот улучшим? Покажи-ка, что у тебя... Молот наш. Лук новый я, как я понимаю, не получу в этой игре. Ну только другие типы. У нас там 4 типа луков будет и все. То есть улучшенный лук мы не получим. Только путем улучшения. Мы сможем больше урона им наносить. Ну и... Да, за материалом надо его будет тоже, может, улучшить. И вот насчет боевого молота, я думаю. Обнуть его, может, все же. Броню чет, конечно, не очень хочется. А на молот давайте мы... Мне понравился, в принципе. Молоток хорош. Все, ничего больше не нужно. Мы еще на двуручники, конечно, посмотрим на другие. Мне понравилось. Прощай. Но давайте теперь еще посмотрим... Изменить руны, улучшить... Так... Плюс 6 урона, да? Так, удерживайте, чтобы улучшить. Ага. Еще плюс 6 урона. 70-30. Да, я думаю, можем потратить... На улучшение вот этого лука пока в максимум. И щит, я думаю, тоже можно апнуть. И металл закончился полностью. Так, не хватает. Окей, руны. Давайте посмотрим. Легкости, вес не особо интересно. Урон от яда. Отравление. Урон от слабых ударов. Нет, давайте просто атаку. Добавим сюда. Добавим атаку. Ой, не туда. Добавим атаку. Да, наверное... Сюда атаку. А в лук попробуем... Добавить как раз... Отравление. Посмотрим. Как оно будет? Шлем постоянно выключается, зараза. Не дает игра мне в шлеме полазить нормально. Так. Ну и я думаю, на этом мы пока что серию закончим. И в следующей серии продолжим. Я думаю, посмотрим, что там по заданию. Куда нас отправят. Может быть... Пограбим монастыри. Я бы пограбил бы лучше. Может даже отправился... Сюда, наверное, мы не потянем пока. Сюда потянем. Точку быстрого перемещения здесь открыть можно. Здесь тоже 20 уровень. В принципе, можно и точку быстрого перемещения открыть. Люндон. Ну, наверное, будет большой, да, довольно-таки? Город. Ну, в общем, посмотрим. Пока что в любом случае. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok